Как вы думаете, ребят, может ли человек ходить по воде? В вашем воде? Да, может быть. Не просто ходить, бегать. Но и вода для этого нужна непростая. В совокупности с крахмалом субстанция приобретает особую консистенцию, имеющую способность быть жидкой и вязкой одновременно. Необычный эксперимент с ньютоновской жидкостью можно повторить даже в домашних условиях. Стоит лишь смешать два компонента в нужных пропорциях. Ньютоновская жидкость состоит из крахмала и воды. Это значит, что ее можно трогать. И когда ты отпускаешь, ну, не шевелишь уже рукой, то она растекается. А потом, когда ты опять начинаешь двигаться, она уже становится как камень. Ее можно описать, как будто ты бегаешь по воде. То есть, если ты на нее встанешь, ты не провалишься. Если ты будешь бежать, то ты не утонешь. Укротить стихию огня и заставить языки пламени двигаться под натиском звуковых волн удалось благодаря трубе Рубенса. В числе других экспериментов, сумевших заинтересовать юных ученых, стал гидравлический манипулятор. На примере миниатюрного экскаватора, приходящего в движение посредством шприцов с водой, ученики наглядно наблюдали законы движения жидкости. Практики помогли школьникам обрести живой интерес к науке. Наиболее запоминающийся для меня был это магнитная пушка, потому что за счет сильного магнита и энергии вылетали шарики. Это было очень зрелищно. А также мне очень понравился эксперимент про трубу. Получается, из-за звука, из-за давления в этой трубе, на ее верху вылетал огонь под разной длиной. Он мог стать очень коротким, может быть, наоборот, он там вспыхнет. Это было очень интересно. Об этих и других экспериментах ученикам 11-го лицея рассказали студенты Амурского колледжа строительства и ЖКХ. В рамках реализации проекта «Волонтеры физики» они посещают общеобразовательные учреждения, чтобы не только повысить уровень знаний в области естествознания школьников, но и привлечь их интерес к профессии ученого. Мы пытаемся детям внушить, что физика – это не так уж и сложно, и без формул, без каких-то сложных задач, и просто наглядно показать им, как это легко и просто. Этот проект разработан, чтобы дети могли побольше узнать о физике, и о интересных каких-то явлениях, и, в принципе, могли заинтересоваться в какой-то профессии, связанной с этой наукой. Проект «Волонтеры физики» разработан строительным колледжем при поддержке компании «Русгидро», в частности, и Благовещенской ТЭЦ. Он реализуется с февраля 2024 года. За это время студенты посетили четыре городских школы. В будущем планируется охватить и областные общеобразовательные учреждения для повышения интереса к физике и популяризации инженерного образования среди будущих выпускников. Галина Мартынова, Андрей Федореев, программа «Город».